В порядке, если звук есть. Отлично. Будем начинать наш сегодняшний вебинар. Вас приветствую на нем. Вебинар, который посвящен обзору текущей ситуации. Вебинар, на котором я отвечаю на ваши вопросы, которые получаю в преддверии текущей ситуации. И мы разберем, какие перспективы, какие тренды нас ждут на неделе предстоящей. Представлюсь, как всегда, перед началом предупреждения о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с определенной долей риска. И не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы не разобрались со всеми рисками, которые могут возникать. Вся информация, которая дается в рамках данного вебинара и в рамках всех вебинаров, которые проводит компания Admiral Markets, дается только в целях обучения, только в целях ознакомления и не является прямой рекомендацией к действию. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Отвечаюсь за такие регионы, как Россия, Украина, страны СНГ. Мой опыт трейдинга, что наиболее важно в рамках данного вебинара, оставляет порядка 8 лет. И, собственно, здесь я делюсь с вами своими наработками, своим опытом и своим видением. Коллеги, прежде чем мы перейдем уже к основной теме нашего вебинара, напишите, пожалуйста, кто у нас присутствует впервые, поставьте цифру 1, если вы на данном вебинаре у нас новичок, если вы сейчас пришли первый раз. Также для новых участников в правом нижнем углу чата есть кнопка, где написано «Введите сообщение». Там нет кнопки «Отправить», поэтому вы просто набираете то, что хотите, чтобы я увидел, нажимаете «Энтер» и оно, соответственно, уходит. Ну, в любом случае, для всех участников я напоминаю, что если у вас по какой-то причине не получается присутствовать на нашем вебинаре, вы сможете найти запись, которая добавляется уже на следующий день на нашем YouTube-канале. Помимо этого, туда добавляются все видеоуроки, все видеозаписи, по которым идут вебинары, и к тому же мы запустили недавно онлайн-трансляции, которую ведет Фредерик, на котором уже идет обсуждение непосредственно в момент выхода новостей. Это чрезвычайно интересно, потому что там вы сможете получить комментарий по тому событию, которое выходит вот здесь и сейчас, в том числе обсуждается реакция рынка. Поэтому, если вы подпишетесь на канал, то вам будут приходить уведомления о запуске новых онлайн-трансляций. И, собственно, вы всегда будете оставаться онлайн. Напоминаю, что в рамках нашего вебинара, который у нас проходит по понедельникам, я отвечаю также на ваши вопросы. Часть из вопросов я сейчас озвучу, то есть, когда мы перейдем уже в метатрейдер, я зачитаю часть вопросов, которые, считая своим долгом, разобрать сегодня на этом вебинаре. По всем остальным моментам, если у вас вопросы накопились, но вы еще их как-то не обозначили, во-первых, вы можете написать их в чате, чтобы мы смогли сегодня их разобрать, либо написать мне на почту romano.isakovsobaka.ameromarkets.com, вы это приложили сейчас в чат, и на наших следующих вебинарах я обязательно отвечу на ваши вопросы. Вопросы могут быть любые по текущей ситуации, по торговым условиям, по каким-то инструментам, по тому, как вести себя в рынке. То есть, собственно, все то, что у вас вызывает вопрос, пишите, и обязательно на следующих вебинарах мы это сможем обсудить. Отлично. Если пока вопросов нет, тогда перейдем сразу же непосредственно к делу. И, коллеги, я также напоминаю о том, что у нас был запущен на прошлой неделе телеграм-канал для клиентов Admiral Markets, где я непосредственно онлайн отвечаю на ваши вопросы в течение дня. То есть, понятно, что есть видеообзоры, которые выкладываются на YouTube-канал, есть вебинар, который проходит раз в неделю, но ситуация на рынке может поменяться. И, собственно, там я тоже туда выкладываю свои мысли, те вещи, на которые важно обратить внимание. Поэтому, если вы являетесь клиентом Admiral Markets, напишите мне на почту, и я добавлю вас в данный закрытый телеграм-канал, где мы уже общаемся онлайн. И как раз один из вопросов, который я хотел обсудить, получил я его туда. И сейчас мы перейдем к метатрейдер, и я на него, собственно, начну отвечать. Вопрос, он относится к установке стоп-лосса. Очень важный вопрос. Спасибо автору за то, что этот вопрос появился для нашего обсуждения. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если сейчас перед собой вы видите метатрейдер, пара евро-доллар, что вы его видите, поставьте плюсик. Отлично. Да, вот я вижу еще вопрос от Михаила. Перспектива фунта повысит ставку в четверг. Вот по поставкам, я несколько обозначу свою позицию сейчас. Я больше ориентируюсь на технические предпосылки по инструментам. То есть, на мой взгляд, анализ финансовых данных занимает достаточно большое количество времени. Я для себя выбрал ту торговую стратегию, ту торговую тактику, которая, в принципе, позволяет минимизировать влияние каких-то важных экономических событий. Вот завтра будет вебинар Фредерика, который пройдет в 20.30 по Москве, в 19.30 по Киеву, Таллину, Риге. Вот там Фредерик как раз уже основные предпосылки, то есть, что там может быть, что примут, как повлияет. Вот он рассказывает на этом вебинаре. И я думаю, что у нас будет трансляция, да, также по этому поводу, непосредственно в день, когда будут выходить ставки. Я, к сожалению, конкретно дату не помню, но с Фредериком мы обсуждали, у нас стоит в плане данная онлайн-трансляция также. Ваши плюсики я вижу. И вопрос, да, вопрос, он заключался, я сейчас его попробую сформулировать. Вопрос, он заключался в том, за какие уровни взаимодействия различных таймфреймов необходимо убирать ордер на стоп-лосс, да, то есть, чтобы он был, ну, собственно, максимально защищен для нашей позиции. И здесь я со своей точки зрения разберу две ситуации по тому же евро-доллару, вот я до вебинара находил, сейчас я найду этот момент, который был не так давно, и который, собственно, мог позволить несколько, мог как раз повлиять вот на ситуацию. сейчас вот я его постараюсь найти, и мы его как раз обсудим. То есть, буквально недавно он у меня был под рукой, ну, вот, к примеру, ситуация здесь, да. Вопрос, собственно, он заключался в том, когда перемещать стоп-лосс, давайте мы разберем сначала схематично, да, то есть, стоп-лосс, это вообще тот защитный ордер, который ограничивает наши убытки, в том случае, если нам, ну, нет смысла уже держать дальше эти убытки. Поэтому у трейдера всегда до момента входа в рынок должен быть план, который будет трейдера сопровождать в момент нахождения в рынке. И как раз стоп-лосс, это один из элементов данного плана. Вот, кстати, коллеги, у нас есть те, кто не пользуется стоп-лоссом? Можно просто плюс, да, напишите, пожалуйста, в чат, кто-то, кто пользуется стоп-лоссом плюс, кто не пользуется минус. Просто интересно соотношение. Давно мы не задавались таким вопросом. На мой взгляд, стоп-лосс, это вещь, безусловно, необходимая по той простой причине, что он позволяет нам контролировать наши убытки, да, контролировать наши потери. И здесь, как я уже сказал, вот есть 2 основных момента, которые нужно учитывать. Ну, вот я вижу, что по плюсикам практически все используют. Отлично, да, я этому очень рад. Разберем схематично. Сейчас здесь немножко сдвину, нам свободное место сделаю. Разберем схематично. Когда у нас есть направленное движение, к примеру, восходящее, не привязываемся сейчас ни к какому таймфрейму, берем просто в общем, чтобы я смог объяснить подход. У нас есть тренд восходящий. Что у нас здесь есть? Есть импульс, есть коррекция. Какая ближайшая цель для завершения последней коррекции? Чтобы мы понимали, что она завершится. Это перехай, то есть обновление предыдущего максимума, с которого эта коррекция и началась. То есть, когда мы видим следующее обновление максимума после вот этой коррекции, то для нас это наиболее оптимальный уровень, за который мы можем поставить стоп-лосс. То есть, именно вот здесь, к примеру, когда мы видим следующий импульс, цена вновь корректируется. До того момента, пока мы не увидим обновление максимума, обновление локального максимума, то стоп-лосс целесообразно оставлять на минимум предыдущем, потому что в этот момент у нас цена может войти в боковик и, собственно, следующий импульс мы увидим уже чуть позже. И вот для того, чтобы наш стоп-лосс не сработал на случайном ценовом колебании, на случайном ценовом шансе, шуме, его целесообразно оставлять уже, оставлять точно так же на минимум предыдущем. И перенос стоп-лосса идет в тот момент, когда у нас вновь обновляется следующий максимум, да, то есть, когда у нас цена обновила этот максимум, и мы стоп-лосс можем уже переместить. То есть, эта ситуация будет наиболее надежна, потому что, как я уже сказал, если мы перенесем стоп-лосс до момента вот этого обновления, то мы можем увидеть цену, которая будет двигаться вот в каком-то боковике, он сработает, а потом пойдет стоп-лосс дальше. То есть, это эти моменты, которые нужно, так скажем, учитывать как некоторые исключения, но их, в принципе, не так много. То есть, это, в принципе, вот две ситуации, которые могут быть. И я напоминаю, что вот один из элементов, который я отслеживаю, это непосредственно обновление максимум предыдущего дня. То есть, когда у нас стоп-лосс, ну вот, например, да, у нас идет постепенно, да, понижающийся максимум, то есть, у нас максимум был здесь, собственно, идет в следующий день. То есть, переместить за следующий день будет целесообразно в том случае, если у нас было обновление минимума предыдущего. То есть, вот мы здесь его увидели, а когда открывается уже опять следующий день, то мы его переносим, да. То есть, был вот здесь, а потом следующий день у нас сформировался здесь, да, было обновление минимума, то есть, продавцы все так же еще сильны. Потом у нас дальше следующий день, опять у нас идет обновление минимум предыдущего дня. Я напоминаю, что вот эти разделители, которые мы сейчас видим на графике, они как раз и обозначают 24 часа, то есть, одни сутки. Для валютных пар, на мой взгляд, это наиболее важно, потому что здесь заложены полностью все торговые сессии, все участники поработали и мы можем, в принципе, оценить ситуацию, которая происходит на рынке. Далее мы видим следующий, да, следующий максимум. Обновление следующего максимума, следующего минимума мы видим дальше и, собственно, стоп-лосс у нас переходит дальше на следующий уровень. Как мы видим, после срабатывания, то есть, вот этот стоп-лосс, он срабатывает, собственно, 18-го числа, 18-го октября и далее начинается коррекционное движение восходящее, то есть, идет уже перестрой. Но бывают такие ситуации, то есть, как раз вот то, что я хотел в рамках вот этого обсуждения и показать, сейчас вот ищу этот момент, когда бывают торговые дни, но там не обновляется ни локальный максимум, ни локальный минимум. То есть, такие ситуации тоже бывают. Ну, вот, как, например, здесь, да, 7-е, это у нас было 7-е июля, что мы видели, да, во-первых, у нас был день, когда цена уходит ниже минимумов 3-го июля и, собственно, отсюда мы начинаем отслеживать коррекционное движение нисходящее, а затем следующий день, 7-е, да, то есть, у нас здесь не было ни обновления, ни минимума, ни максимум мы тоже не обновили. Поэтому в данном случае, вот после закрытия вот этого дня, вот этого торгового дня, имеет смысл стопло составить вот по текущим ценам. И только после того, если у нас произойдет уже пере-лоу, то есть, обновление дня вот этого, то есть, который мы видели, собственно, 8-го числа, то мы стоплост переносим, минуя вот этот день, да, вот этот, потому что у нас не было движения ни вниз, ни вверх, а мы переносим его уже сюда. То есть, тут этот уровень стоплост, он будет более, во-первых, надежен. То есть, после, понятно, что вот такого сильного движения цена может стоять какое-то время в таком в рейнже, в боковике и, собственно, выбирать направление. Поэтому в данной конкретной ситуации стоплост переносить было не столь целесообразно вот именно за этот максимум, потому что следующего импульса нисходящего не было. Собственно, дальше что мы видим? У нас цена уходит дальше вниз, следующий день мы опять видим в нем обновление минимума и уже, собственно, в конце 10-го числа цена корректируется, там уходит на порядка 100 пунктов и дальше мы видим вот такой боковик. Но весь тот момент я вот сейчас просто вырвал из какой-то ситуации, потому что пока, возможно, на каких-то других инструментах, которые мы будем сейчас анализировать, эта ситуация будет более ясна, но вот пока сам алгоритм. То есть, давайте еще раз, вот таким образом. То есть мы видим, что вот этот день у нас находится практически в середине, он ни минимума обновлен, ни максимума не был, поэтому до момента следующего импульса, который у нас был уже на следующий день у нас, стоплост остается на предыдущем уровне. Собственно, перенос осуществляется уже позже. И вот второй момент, который мы обсуждали, это пробой, прорыв максимума или минимума предыдущего торгового дня. То есть здесь два, так скажем, действуют у нас две защиты. Первая, это стоплост у нас стоит по тем значениям, которые мы выбрали в момент входа. То есть если мы присоединялись вот после этого пробития примерно по ценам 1.18-1.19 на продажу, то стоплост у нас остается здесь. Он защищает нашу позицию от ненужных потерь. Здесь у нас заложен 1% риска и, собственно, мы все здесь посчитали. Когда может происходить выход досрочным? То есть не по стоплосту, а выход досрочным. Такую ситуацию я для себя рассматриваю в том случае, если у нас на следующий день, как в данном случае, 8 августа, у нас происходит закрытие часовой свечи полностью за этим уровнем. То есть вы видите сейчас, что цена практически весь торговый день с 3 до 4 часов, практически 13 часов торговалась вблизи данного уровня, вблизи данного диапазона. Но пробить его так и не смогла. То есть если бы у нас часовая свеча закрылась и открылась за этим уровнем, то вход мог осуществляться вручную уже непосредственно после того, как мы увидели эту свечу. То есть это было бы целесообразно. Но для того, чтобы исключить момент срабатывания стоплоста на таких ценовых движениях, на ценовых шумах, мы стоплост оставляем на предыдущем максимуме, с которого был последующий импульс. Вот этот вопрос я хотел сейчас разобрать. Вот вижу от Максима дополнение. И коллеги, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, которые появились, то пожалуйста напишите в чат. Мы сейчас их в самом начале обсудим, потому что вопрос действительно очень важный. Максим пишет, обновляется максимум или заканчивается следующая коррекция. Смотрите, если мы берем стоплост как пока такое универсальное значение, потому что коррекция может быть, ее может не быть. То есть это, скажем, дело случая. Но нам нужно привязаться к чему-то более конкретному. Если мы берем, к примеру, закрытие дня, то есть максимум за день или минимум за день, то мы смотрим, по крайней мере, максимум предыдущего дня, пока не раскладано, были коррекции, не были коррекции, но именно должен быть или обновление предыдущего дня, минимума или максимума. То есть импульс должен сохраняться вниз или вверх, в зависимости от направления. Коррекция это уже следующая крайность, которая здесь может появляться. Евгений задает вопрос, переносите стоп по результатам дня после 24 часов или в момент пробития максимума предыдущего дня. Стоп, то есть смотрите, перенос, он осуществляется после того, как день закрыт. То есть нам нужно дождаться, вот именно когда прошли 24 часа, когда открывается новый день и уже после этого смотреть, что на рынке произошло. Я, как правило, не смотрю это в час ночи, а как правило, я открываю график с утра, то есть там 8-9 часов утра и уже исходя из этого, то есть смотрю, был следующий импульс, день закрылся, я его переношу. Если не было, то уже смотрю, как по тому примеру, который я сейчас описал, то есть именно если мы следим за закрытием и открытием торгового дня, то нужно дожидаться, чтобы был закрыт полностью, проторговались 24 часа, то есть чтобы начался следующий день. То есть, отвечая на Евгений на ваш вопрос, перенос осуществляется во-первых, при пробитии максимума или минимума и нужно дождаться закрытия дня, то есть оба этих составляющих, оба этих условия должны выполняться. Вот от Максима еще дополнительный вопрос, а если обновили максимум, но закрылись ниже или на том же уровне? Ну то есть, если обновили максимум, но закрылись ниже. Смотрите, здесь для нас наиболее важно это показать сам характер движения, то есть сам настрой. То есть у нас может быть ситуация, при которой, давайте схематично попробуем сейчас моделировать. То есть если у нас вот этот уровень является каким-то уровнем сопротивления и мы видим движение, к примеру, восходящее, то есть мы его пробили, за ним закрепились и далее цена уходит вниз. Если я правильно понял ваш вопрос, поставьте, пожалуйста, правильно, плюсик, что нужно делать в этой ситуации. Пока схематично. То есть цена может уйти обратно за этот уровень. То есть просто плюсик. То есть был максимум, к примеру, цена его пробила, мы видим там часовую свитчу, которая открылась и закрылась полностью за этим уровнем, потом к закрытию она обратно корректируется. Значит, вот при такой ситуации, то есть когда мы получаем уже новую модель, новый импульс, то есть цена может уйти за максимум, к примеру, предыдущего дня и здесь ничего страшного в этом нет. Основной вопрос состоит в том, что если мы входим, к примеру, в позицию, то у нас стоит защитный ордер, к примеру, за этим уровнем, то есть у нас здесь стоит стоп-лосс. И фактически цена может скорректироваться, но основное условие для сохранения данной позиции, чтобы у нас не было вновь движения вниз. То есть если цена уходит дальше вниз, то у нас, собственно, срабатывает стоп-лосс и данное пробитие мы считаем ложным. Но мы можем об этом сказать только по факту. То есть цена, если уйдет ниже минимума предыдущего дня, то, собственно, это является ложным пробитием. Но пока мы видим, первое, цена уходит выше максимума, то есть мы пробили данный максимум. Далее уже ищем точку для входа и стоп ставим за минимум предыдущего торгового дня. То есть торгуемся на покупку до тех пор, пока цена остается выше минимума вот этого последнего подтвержденного, который мы видели. То есть цена пробить минимум и уйти ниже за него, это вполне нормальная ситуация. сейчас пробую найти какой-то похожий элемент, чтобы нам его, собственно, разобрать и обсудить. Хорошо, я думаю, что посмотрим дальше, это будет уже лучше видно. Ну, то есть основная идея заключается в том, что у нас есть первый сигнал, когда цена пробивает максимум или минимум какого-то дня, предыдущего дня, максимум или минимум, это уже не столь важно. То есть мы получаем инициацию на вход. Дальше идет уже сопровождение позиций. То есть цена может максимум пробить, затем вернуться обратно за уровень, но основное условие, то есть у нас стоит стоп-лост, это минимум, минимум предыдущего дня. То есть у нас есть вход, есть защитный ордер. Дальше идет уже сопровождение позиций. По паре американский доллар, японская и иена будут, ну, собственно, похожие ситуации, которые мы как раз и разберем. Ну, а пока, пока давайте посмотрим, что у нас происходит по евро. Я думаю, что вопросов по данной паре появилось довольно-таки много и, собственно, давайте начнем. Евро. Евро-доллар день, собственно, на прошлой неделе мы после решения, во-первых, по процентным ставкам, да, то, что мы комментировали онлайн и той политики, которую ведет Европейский Центральный Банк, фактически, вот в момент публикации этих данных, в момент выступления драги, увидели уход ниже минимальных значений, которые были у нас отмечены в области 1.16.63 и на текущий момент мы можем предполагать начало коррекционного, ну, точнее, уже приоритет для дневного таймфрейма отдавать непосредственно продажам. То есть сейчас начинается коррекция на, можно сказать, на недельном таймфрейме, да, вот после того восходящее движение, которое было. Ну, а, собственно, на дневном мы можем увидеть в ближайшее время тенденцию нисходящую, поэтому с точки зрения приоритета по торговле, по позициям, то сейчас, на мой взгляд, имеет смысл приоритет отдавать непосредственно продажам. То есть если у вас там основной тренд у нас сохранялся фактически с мая этого года, последний, да, он был восходящий, цена прошла порядка 1200 пунктов, то вот сейчас уже имеет смысл задуматься о том, чтобы начинать продавать, да, по евро. То есть как мы это выстраивали. Если позиции идут в сторону основного тренда, то мы используем стандартное значение риска, то есть, примерно, 1%. Если у нас начинается коррекция, то на коррекциях работать также можно, но мы никогда не знаем, да, сколько продлится эта коррекция, поэтому я со своей стороны придерживаюсь того мнения, что лучше уменьшать риск, да, уменьшать рисковую составляющую и работая контртрендом открывать позиции, к примеру, с риском 0,5%. То есть, ну вот сейчас, после этого прохода, после пробития минимума в области 1,1663, уже ситуация несколько меняется. То есть сейчас покупки не в приоритете, сейчас приоритет в продажах, поэтому стандартный риск имеет смысл отдавать непосредственно продажам, а покупки, как бы, рассматривать как контртрендовый сценарий. Ну и, собственно, после пробития данного минимального значения мы вполне можем увидеть коррекцию на младших таймфреймах. Мы можем сейчас вот так схематично сделать линию тренда, то есть сейчас мы находимся вот по данным уровням, мы вполне можем скорректироваться там еще на 100-150 пунктов и далее пойти уже дальше вниз. Что здесь наиболее важно? Наиболее важно это обозначить опять же тот уровень, после которого уже мы вновь отменяем продажи и возвращаемся к покупкам. Сейчас это максимальное значение в области 1,1869. По ходу вот этого движения, вот опять же я сейчас так вот схематично отмечу, как оно может развиваться, то есть после следующего коррекционного движения и потом импульса мы вот эту область будем перемещать. То есть, к примеру, если мы увидим сначала коррекцию, которая не уйдет выше максимума 13 октября и потом последует следующий нисходящий импульс, то в зависимости от того, где закончится эта коррекция, мы сможем вот эту красную линию для нас перемещать уже, к примеру, ниже, то есть вот сюда. Далее у нас опять идет коррекция, далее опять идет обновление минимума, то есть сохраняется тенденция, но мы уже можем переместить наш стоп-лосс, ну не стоп-лосс, а стоп-лосс, к примеру, для дня, для дневного таймфрейма уже за данную область. То есть тем самым мы понимаем, что если мы увидим вот такую картину, то это уже фактически будет возврат вновь к покупкам и с целями движения по евро на 1,20, на 1,22 и так далее. Поэтому сейчас вот в рамках краткосрочного таймфрейма приоритет дневного таймфрейма, прошу прощения, более отдается непосредственно продажам. Ну а давайте теперь посмотрим, что у нас уже непосредственно локально, что мы, собственно, видим. Вот как раз сейчас один из примеров той ситуации, которую мы обсуждали, сегодняшний торговый день и что мы здесь видим. Сейчас вот я удалю то, что нам пока не нужно, чтобы было лучше видно. У нас был максимум предыдущего дня, максимум предыдущего пятниц. Вообще вот это движение было довольно-таки активным, порядка 250 пунктов за два дня. То есть достаточно большая волатильность. А сейчас вполне ожидаемо это начало коррекционного движения. То есть мы можем скорректироваться, потом уже пойти дальше по нисходящей. В том случае, если были открыты, к примеру, продажи, да, вот последняя инициация продаж, которая здесь могла быть, это пробитие минимума 25 октября до закрепления за этим уровнем и, собственно, вот отсюда у нас идут продажи. Пока стоп-лосс для продаж также находится на максимуме, который у нас был зафиксирован 26 числа, да, в четверг. Собственно, сегодня вот мы видим такую картину. То есть это, опять же, коррекция, да, то есть здесь вопрос, вот Максим, он несколько совпадает, да, с тем, который вы задавали. То есть у нас началась коррекция. Во-первых, мы не видим сегодня обновления минимальных значений, которые были в пятницу, и вот у нас идет такая коррекция. Поэтому пока стоп-лосс, вот именно по последнему импульсу, имеет смысл оставаться здесь. И к тому же, вот четверг, пятница, они, как вот мы с вами тоже заметили, прошли практически без коррекции. То есть вот этот уровень для установки стоп-лосс, он тоже, ну, не совсем приемлемый. Поэтому вот как раз такие движения на новостях, они не всегда интересны для торговли. И вот, собственно, вопрос, куда поставить стоп-лосс, он здесь наиболее важный, наиболее актуальный. Поэтому здесь у нас есть два, да, два сценария, которые мы будем рассматривать, которые будем отслеживать. Первый – это начало коррекции, да, начало восходящего движения по данной паре. Для этого нам не обязательно дождаться стоп-лосса, да, то есть у нас он, если, например, открыта продажа, то у нас здесь может сохраняться. Но для того, чтобы краткосрочно начать покупать, да, что нам нужно увидеть? Нам нужно увидеть закрепление выше максимум предыдущего торгового дня, то есть пока у нас предыдущий – это пятница, отметка 1.1654, а после закрытия сегодняшнего дня это будет максимум, собственно, 30-го, да, максимум понедельника. Если рассматривать краткосрочно покупки, ну, краткосрочно вот на коррекции, да, то есть мы понимаем, что сейчас основной тренд более вероятно будет нисходящий, и вот эта коррекция у нас может быть там 100-120 пунктов, но главное, чтобы она, собственно, не ушла. Ну, не то, что главное, да, то есть у нас это будет уже альтернативный сценарий, если цена уйдет выше максимум от 26-го октября. То есть вот этот проход мы также можем собрать. И для того, чтобы увидеть уже вероятность начала данного коррекционного движения, нам нужно увидеть закрепление выше максимум предыдущего дня, то есть чтобы одна свеча, по крайней мере, и открылась, и закрылась за этим уровнем. То есть если у нас вот этот максимум, который у нас сейчас по текущей ситуации обозначен, давайте чуть ближе сделаем, вот этот максимум, да, то есть если инициировать покупки, то нам нужно увидеть закрытие выше вот этой линии, выше этого максимального значения уже завтра, то есть чтобы одна свеча и открылась, и закрылась за этим уровнем. То есть это не меняет сценарий нисходящего среднесрочно-долгосрочно, это меняет ситуацию лишь локально. То есть после такого серьезного движения на 250 пунктов цена, безусловно, может скорректироваться. Мы можем попробовать работать на этой коррекции, то есть контртрендово, либо уже посмотреть, как эта коррекция завершится и входить в сторону уже основного тренда по направлению основного сценария. Собственно, если мы увидим уход выше данного максимального значения, да, закрепление за данным уровнем, то мы отсюда можем начинать покупать со стопом за предыдущий значимый минимум, который был по данной ситуации. Здесь это будет минимум 27 октября. Собственно, дальше у нас цена, к примеру, движется вверх, да, коррекция продолжается несколько дней, и мы либо контртрендов вот эту ситуацию собираем, да, либо уже дожидаемся, когда цена начинает двигаться в сторону нашего основного тренда, который мы выделили на более крупном таймфрейме, но до тех пор, пока цена не прошла максимум вот этого торгового дня, мы присоединяемся к продажам. То есть вот эта ситуация будет наиболее интересно, в данном случае по евро, то есть можно вот эту коррекцию кому-то пропустить, да, и входить уже по тренду, когда то же самое появляется, но в противоположную сторону, то есть тем самым мы видим завершение коррекции. Вот Максим пишет, если пробили дневной минимум, значит смена тренда, значит смена тренда верно. Если пробили дневной минимум, смотрите, все тенденции, они меняются постепенно, да, то есть если мы берем вот ту ситуацию, которая была на прошлой неделе, фактически пробить вот этого дня, который у нас был 25 октября, это у нас была среда, да, это была среда, то есть пробитие закрепления за данным уровнем меняет настрой участников именно на этом таймфрейме, то есть если это час, то тенденции меняются на часовом таймфрейме, и после этого, как раз после этого пробития, мы дальше можем ожидать продолжения тенденции нисходящей, то есть фактически это меняет ситуацию, но локально. Далее мы уже Также был отмечен нами ранее на дневном таймфрейме область 1.1647, и после того, как мы пробили сначала вот этот день, затем пробивается уже через день, пробивается в пятницу минимум 1.1646, и тогда, начиная с дневного, мы меняемся на 4 часа, мы меняемся на дневного. То есть идет смена постепенно, но первые эти предпосылки мы уже могли увидеть на часовом, и в том случае, если были открыты покупки, их здесь тоже имело место быть, так как у нас тенденция все еще сохранялась на укреплении, и после пробития максимума, который у нас был сформирован 24 октября, искать покупки здесь также имело место, то есть все-таки тенденция пока оставалась основная на укреплении. Но после того, как мы ушли ниже, вот отметка 1.1646, то мы уже сценарий наш поменяли на продажи. А вот Евгений пишет, закрытие шартов при открытии лонгов, перевороты. Здесь, если грубо, то можно сказать и так, но здесь нужно смотреть непосредственно от ситуации, то есть нельзя на этот вопрос ответить однозначно. То есть, опять же, тут не подразумевает, что мы, к примеру, открыли продажи, открыли покупки, то есть это две разные позиции. Наиболее консервативно, это когда у нас идет тренд нисходящий, мы получаем коррекцию на каком-то локальном таймфрейме, закрываем продажи. Потом цена корректируется, 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 выходим опять вниз к продажам и опять начинаем открывать сделки на продажу. То есть, не обязательно на этой коррекции так же работать. То есть, тут уже больше зависит от вашей торговой стратегии. Если вы планируете работать и трендово, и контртрендово, то да, это практически один сигнал на закрытие одного подразумевает открытие другого. Но, как я уже говорил, риски здесь лучше уменьшать. То есть, при входе на работе контртрендово, то лучше уменьшать риск. На дневном графике последний минимум, между двумя последними максимумами. Максим не совсем понял ваш вопрос. Напишите, пожалуйста, его чуть позже. Мы сейчас давайте резюмируем по евро-доллару, посмотрим все остальные таймфреймы, все остальные пары, что у нас происходит. Затем я еще отвечу также на ваши вопросы. Поэтому, резюмирую, да, евро-доллар. У нас тенденция сейчас, на мой взгляд, в приоритете нисходящая. В ближайшие несколько дней мы можем увидеть коррекцию восходящую, завершение которой уже позволит вновь присоединиться на продаже в сторону основного тренда, который сформировался, собственно, на прошлой неделе. Поэтому сейчас, пока евро корректируется, ну и вот еще один момент. То есть, мы можем, в принципе, открывать продажи и сейчас, но стоп, он все-таки будет порядка 200 пунктов. То есть, это тоже зависит от инструмента, зависит от ситуации. Поэтому, на мой взгляд, наиболее интересная ситуация по евро будет в том случае, когда мы увидим коррекцию, ее завершение и тогда уже двигаться по основному тренду, по основному направлению. Далее у нас на очереди пара британский фунт-американский доллар. Здесь уровень, который мы обозначили на дневном таймфрейме, ну коррекции по британскому фунту были более продолжительные, чем по евро. Более серьезные, то есть, там порядка 400-450 пунктов они доходили. Поэтому сейчас, вот ближайший уровень для дневного таймфрейма, он пока остается на минимальных значений в области 1.27.74. То есть, это минимум, который у нас был в конце августа этого года. Фактически, пока мы торгуемся выше данного уровня, то у нас тенденция остается на укрепление основное. И, собственно, приоритет уже, в том числе, сделкам имеет смысл отдавать на покупку. Но на прошлой неделе мы видели также довольно-таки активное движение по британскому фунту, и это тоже важно проговорить. К примеру, вот такая ситуация, при которой у нас происходит и обновление локального минимума, с одной стороны, и обновление локального максимума. Ситуация была, например, 26 числа, это у нас был, это был тоже четверг, то есть, вот, нет, это была не эта ситуация. Ну, так скажем, вот такие моменты, которые у нас сначала цена обновляет локальный минимум, да, вот, 24 октября, затем обновляет локальный максимум. И у нас вот начинается вот такая балданка, то есть, у нас, так скажем, расширяется наша амплитуда. То есть, тут треугольник, ну, фактически, вот в обратную сторону, и мы все активнее и активнее движемся. То есть, когда мы в один день видим и пробитие максимума, пробитие локального минимума, то, на мой взгляд, это вот ситуация, подумать о том, что рынок пока не определился, рынок пока не готов. Нужно дождаться, подождать день, возможно, несколько дней и уже в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, вновь искать новые возможности для входа в сделку. Вот, к примеру, у нас в пятницу, да, был локальный минимум, цена доходила до отметки 1.3070 и уйти ниже данного уровня, пока мы не смогли. То есть, сегодня с утра, ну, не с утра, а во второй половине торгового дня, мы видим, что пара британский фунт уже закрепляется выше максимальное значение, которое мы видели в пятницу. Это косвенно нам дает предпосылки на то, что сейчас в рамках часового таймфрейма краткосрочная тенденция идет именно на укрепление. Ближайший разворотный уровень, да, для возобновления продаж у нас находится на минимуме, который был в пятницу, то есть на отметке 1.3069, поэтому сейчас наиболее вероятный сценарий по паре британский фунт – это продолжение укрепления. То есть, собственно, вот после этого пробития, которое было сегодня 13-часовой свечой, закрепление за данным уровнем, мы можем говорить локально о продолжении непосредственно покупок со стопом за предыдущий минимум, за минимум данного торгового дня. С последующими целями движения уже сначала за 1.3280, далее 1.3340 и далее уже на 1.36. Собственно, с этих уровней мы можем пройти порядка 450 пунктов, то есть завершить вот эту коррекцию, которая у нас была среднесрочно на 4-часовом таймфрейме и далее пойти уже вверх. К тому же мы пока не смогли обновить минимальное значение начала октября в области 1.3031, поэтому сейчас по паре британский фунт восстановление к покупкам здесь на текущий момент вероятно. Далее, на мой взгляд, наиболее интересная ситуация, которая сейчас формируется, которую имеется место более подробно обсудить, это ситуация по паре американский доллар и японская иена, которую мы сейчас и, собственно, посмотрим. Во-первых, я хочу отметить то, что в рамках дневного таймфрейма мы подошли к максимальным значениям, которые мы видели летом этого года в области 114.51. Преодоление данного уровня на дне вернет нас непосредственно к покупкам как к основному таймфрейму, но вблизи данного уровня мы можем ожидаемо получить коррекцию, завершение которой уже может привести к пробитию данного уровня и следованию дальше американского доллара на укрепление. Что мы видим локально? Сегодня, во-первых, минимум у меня обозначен красной линией, а также, коллеги, я напоминаю, что скачав метатрейдер Supreme Edition, поставив его на ваш четвертый, пятый метатрейдер, вы можете выбрать такой инструмент, который называется Admiral High Low, который показывает максимум и минимум предыдущего дня. То есть это очень удобно, чтобы как раз смотреть, был пробит день или не был пробит. То есть чтобы не высчитывать, не ставить линии, система сама покажет, где был максимум, где был минимум за этот торговый день. Сегодня с утра в 5-6 часов мы видели пробитие данного уровня, что нам говорит о начале коррекционного нисходящего движения по паре американский доллар и японская иена. До тех пор, пока мы торгуемся ниже вот этого уровня, который у нас стоит на отметке 114.49, у нас тенденция остается основная на укрепление, но покупать вблизи данного уровня чрезвычайно опасно. То есть сейчас здесь опять же два варианта развития событий. Вот эта коррекция может привести к продолжению тренда на ослабление американского доллара. То есть мы можем дойти до 110, до 109, вполне вероятно, либо это коррекция перед как раз пробитием важного уровня. Но и тот и тот случай мы можем, безусловно, торговать. Сейчас в рамках часа мы снижаемся, ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях пятницы, то есть на 114.44. Переместить уровень стоп-лосс за уже сегодняшний день мы сможем его после закрытия. То есть сейчас мы видим, что у нас было, во-первых, и обновление минимума, и для того, чтобы сохранять вот это направление, эту амплитуду, то есть двигаться вместе с этой коррекцией, нам будет необходимо переместить стоп-лосс за максимум данного торгового дня. То есть это нужно иметь в виду, то есть сейчас тенденция по паре американский доллар и японская иена, собственно, начинается корректироваться. Коррекции у нас не было уже пару недель. Собственно, последнее восходящее движение у нас началось 17 октября, практически две недели мы росли, полторы. И, собственно, сейчас первое коррекционное движение, которое у нас наметилось, которое у нас сформировалось. Вот опять же к вопросу переноса стопов. Вот пример из прошлой недели. Вот сейчас я увидел и по нему тоже скажу. Вот смотрите, у нас был импульс, то есть коррекция, следующий импульс. То есть мы дошли до локальных максимумов. Затем у нас цена находилась несколько дней, мы корректировались. Далее, вот 24 октября день у нас закрылся, ну, собственно, выше, но локальный максимум обновлен не был. То есть с точки зрения среднесрочного вот этого направления у нас стоп пока еще остается вот именно на этих уровнях. И его имеет смысл перемещать за данный минимум только когда мы увидели уже на следующий день перехай. То есть вот здесь мы обновили максимум, и, собственно, после этого его уже можно было перемещать. Затем дальше видим вот эти движения. В пятницу у нас тоже было обновление локального максимума. И вот этот день, минимум этого дня для нас является наиболее значимым. То есть должно быть такое подтверждение. То есть цена пытается, да, то есть я пытаюсь, хочу вот объяснить простыми словами, что чувствуют игроки, да, что чувствуют участники. То есть покупатели пытаются продавить этот уровень, то есть они его обновляют. Но, к примеру, на следующий день инициатива переходит в сторону продавцов, то есть как это было в пятницу. То есть мы попытались уйти выше данных максимумов, но не смогли даже закрепить выше этих уровней. То есть буквально вот прокололи, и потом к концу дня мы вернулись. То есть вот такая картина, такой настрой очень часто говорит о смене тенденции, по крайней мере в рамках того таймфрейма, который мы отслеживаем, да, в данном случае часового, да, часового таймфрейма. Что у нас дальше, да, дальше у нас пара американский доллар, канадский доллар. По дню мы, во-первых, видим то, что на прошлой неделе мы смогли преодолеть максимальное значение, которое у нас было зафиксировано также в середине августа. Это область 1.27.80, максимум, который был 15 августа, потом на графике тоже сможете его найти для себя и отметить. На прошлой неделе мы его пробили и за ним закрепились. То есть опять же, о чем нам это может говорить? Это может нам говорить о смене приоритетов. То есть сейчас либо цена пойдет дальше уже на 1.37, либо если мы уходим ниже опять минимума, который мы видели в 20-х числах октября, то есть ниже отметки 1.24.72, то это уже будет, собственно, возврат непосредственно к продаже. Но пока локально, да, то есть день, 4 часа, час, покупки по данному инструменту кажутся наиболее интересными. Теперь в рамках уже краткосрочной информации. То есть опять же, в пятницу мы видели локальный максимум, мы обновили максимальное значение предыдущего дня и к концу торговой сессии вернулись обратно. То есть вот на дне, на свечная модель, она имеет вид падающей звезды. То есть мы весь день пытались уйти выше данных максимумов, но к концу торговой сессии мы все-таки закрываемся ниже открытия. И фактически вот даже теней внизу мы не видим, то есть закрылись по самой минимальной цене, которая была. То есть это такой сценарий нам очень часто говорит о начале либо коррекции, либо о смене тренда. То есть как это было, к примеру, вот здесь коррекция была не столь большой, то есть порядка 100 пунктов, но тем не менее вероятность ее гораздо выше. Либо вот как здесь уже в обратную сторону. То есть вот мы попытались уйти ниже минимальной значения, к концу дня вернулись выше максимума, затем пробили и 400 пунктов прошли вверх. Затем опять скорректировались, прошли еще 400 пунктов вверх. То есть тенденции, они себя периодически меняют. И нам важно находить как раз подтверждение одного для принятия уже непосредственного решения. Поэтому если говорить о начале коррекции, то это произойдет после закрепления ниже минимумов, которые у нас были в пятницу. Это отметка 1.2807, то есть нам нужно увидеть часовую свечу, которая и открылась, и закрылась ниже данного уровня. Тогда мы можем говорить о коррекционном движении. А пока мы торгуемся выше данного уровня, тенденция все еще остается на покупке. То есть те, кто продолжает покупать, то целесообразный стоп по данным сделкам находится на минимуме 26 октября. И переместить его сюда, например, за данное минимальное значение, мы сможем только после обновления локального максимума. То есть когда мы идем выше максимума, который мы видели в пятницу. И таким образом сопровождая сделку. Если мы уходим ниже минимума пятницы, то начинается коррекционное движение в рамках часового таймфрейма, и мы уже по его завершению вновь ищем ситуацию на присоединение на покупку по данной паре. Далее у нас на очереди австралиец. По австралийцу, собственно, начало день, давайте день посмотрим. То есть по дню, после преодоления минимума, который мы отмечали, также с середины августа, отметка 7808, преодолели данный минимум в начале октября, мы можем говорить о преобладающей тенденции, нисходящей для дневного таймфрейма. Поэтому сейчас продажи пока остаются в силе для данного инструмента. Что мы видим сегодня? Сегодня, во-первых, австралийц также не обновляет минимум, который у нас был. И сегодня буквально пока одна свеча, но тем не менее она была, в 11 часов мы закрылись и открылись, и закрылись выше максимума пятницы. То есть это нам локально может говорить о... Да, в рамках часового таймфрейма. Ну и позиции, которые могли быть инициированы после 20 октября, здесь их можно скорректировать, закрыть либо полностью, либо частично. Вот порядка 160 пунктов за чуть больше недели мы прошли. Поэтому сейчас мы можем ожидать движение коррекционное. Ну а продавать вновь мы сможем после преодоления минимальных значений. То есть пока у нас не закрыт сегодняшний торговый день, для нас важен минимум пятницы, это 76.23. Если у нас закрывается текущий день примерно по тем же самым ценам, то для нас будет важен минимум уже сегодняшний, то есть в области 76.55. То есть вновь продавать мы можем после преодоления данного минимума, потому что мы не знаем, сколько продлится эта коррекция. Она может быть один день, может быть, к примеру, неделю. И здесь как раз идет вот такая торговля вероятность. То есть какой исход наиболее здесь будет вероятен. Поэтому сейчас по австралийцу важно обратить внимание на то, что у нас коррекция краткосрочная как раз сейчас вот сегодня и формируется, начинает формироваться. Далее по еврофунту. По еврофунту, собственно, после преодоления минимальных значений, которые мы видели 25 октября, здесь ничего не поменялось, тенденция на ослабление у нас сохраняется. Сегодня мы видели обновление локальных минимумов, поэтому сейчас пока британский фунт сильнее, чем евро. И, собственно, здесь мы видим, ну и когда мы смотрели евро-доллар, фунт-доллар, то есть мы видели, что евро ослабляется, фунт дорожает. Ну и что и выливается в ту картину, которую мы видим по паре евро-фунт. С точки зрения дневного таймфрейма здесь тоже особо ничего не поменялось. Тенденция на текущий момент пока основная на ослабление евро по отношению к британскому фунту, и она же сейчас и сохраняется на часовом таймфрейме. Если говорить вновь о покупках по данной паре, то нам нужно увидеть закрепление выше максимальных значений в области 88.48. Это максимум, который будет еще сформирован только после закрытия этого дня. И уход выше данного значения вернет нас уже непосредственно к покупкам по паре евро-фунт. Ну а пока мы продолжаем снижаться. Золото. По золоту, вот как раз сегодня мы видим закрепление, то есть вот сейчас оно практически произошло, на прошлой часовой свече, которая у нас была на 18.00 по терминальному времени, прошу прощения, 17.00. Мы закрепились выше максимума пятницы, это отметка 1274 доллара за тройскую унцию. И сейчас мы можем говорить о предпосылках начала коррекционного движения и с потенциалом роста сначала на 1305 долларов за тройскую унцию и далее уже на 1355 долларов за тройскую унцию. Поэтому как один из вариантов развития событий, это как раз возобновление роста по данному активу. До этого последнее время, да, в середине октября мы видели, то есть что мы видели? У нас был максимум, все ниже, 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 ниже и ниже. И вот как раз сегодня происходит, может произойти вот эта смена сил, когда мы вновь начнем двигаться уже в сторону укрепления по золоту. И разворотный уровень, то есть та область, куда целесообразно установить стоп-лосс, находится на минимальных значениях пятницы, то есть это отметка 1263. Имеет смысл рассмотреть, к примеру, покупки от уровня поддержки, то есть от 1274, к примеру, с использованием лимитных ордеров, со стопом за минимум пятницы. И далее уже попробовать прокатиться с тем восходящим движением, которое сейчас может и сформироваться по золоту. Далее у нас нефть марки Brent. По данному активу после преодоления максимального значения, которое мы видели 24 октября, это у нас был вторник, по нефти марки Brent у нас тенденция сохраняется на укрепление. Ну и, собственно, дальше, даже если мы посмотрим тренд, который у нас сформирован на дневном таймфрейме, у нас также сохраняется в восходящем. Поэтому пока по нефти марки Brent покупки остаются в приоритете. Собственно, те, кто находится в покупках, их имеет смысл пока держать. Ближайший разворотный уровень у нас находится на минимуме, который у нас сформировался пятницей, до 58.84 после данного коррекционного движения, следующего импульса, он пока находится именно там. Если говорить о предпосылках начала коррекционного нисходящего движения, то это, опять же, будет актуально после уже закрытия текущего дня, что мы сможем увидеть пробитие минимума, то есть закрепление ниже минимальных значений пятницы, то есть, прошу прощения, понедельника, и с последующим уже нисходящим движением. Но это мы будем отслеживать уже дальше. И я напоминаю, что на нашем YouTube-канале каждое утро появляется онлайн-обзор, где как раз по таким событиям в течение пяти минут я и даю свои комментарии. Поэтому на текущий момент по нефтемарке Brent тенденция на укрепление остается в приоритете. Индекс DAX. Ну и как многие индексы, как и американские индексы, я думаю, что многие обращали на это внимание, у нас этот год богат на исторические рекорды. То есть, фактически, индекс DAX продолжает обновлять свои исторические максимумы. И, собственно, здесь тоже пока ничего не меняется. То есть, тенденция к росту сохраняется. Сегодня пытались обновить вновь локальный максимум, доходили до отметки 13255. Пока полноценно за ним закрепиться не смогли, но это уже следующая цель для продолжения роста по данному инструменту. Опять же, если рассматривать, к примеру, среднесрочное движение, если кто-то находится в покупках, я имею в виду с последних ценовых значений, то, опять же, уровень стоп-лосс пока имеет смысл удержать на минимальном значении, которое было 26 октября, именно там был последний импульс. Сейчас может последовать коррекция, и, опять же, завершение вот этой коррекции позволит переместить стоп-лосс уже более надежно по тем уровням, которые будут сформированы. То есть, сейчас мы можем ожидать небольшую коррекцию в область 13150, и далее уже продолжение, собственно, роста по данному активу. Закрепление ниже минимальных значений пятницы даст предпосылки на начало коррекционного движения, завершение которого, в свою очередь, позволит вновь двигаться в сторону с основным трендом. То есть, ждем завершения коррекции, присоединяемся по основному тренду. То есть, такая довольно-таки простая торговая тактика, торговая стратегия. Ну и, собственно, биткоин. По биткоину после завершения вот этой последней коррекции, которая по нему была, и возможности для открытия новых сделок для покупки с ближайшими целями, это перехай 21 октября, то есть, движение за 6163 доллара за один биткоин, как раз мы начали отмечать 26 октября, у нас это был четверг. То есть, собственно, здесь после этого ничего не менялось. То есть, мы пошли на сегодня, обновили уже исторический максимум, доходили до отметки 6214 долларов за один биткоин, и тенденция на укрепление также сохраняется. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях в воскресенье. Я напоминаю, что биткоин, как и все криптовалюты, торгуется круглосуточно, то есть 24 на 7, поэтому здесь дни субботы и воскресенья также очень важны для анализа. И, собственно, по отметке 5669, здесь находится ближайший разворотный уровень, после преодоления которого мы можем говорить о вновь начале коррекционного движения, завершение которого также нам позволит присоединиться вновь на покупки по биткоину. Сейчас приоритет остается на покупку. Ну и, в принципе, мое мнение с точки зрения биткоина, таких инструментов, как золото, к примеру, индексы, в отличие от валют, это те инструменты, которые интереснее всегда покупать, потому что в их основе заложена, в принципе, та составляющая, что этот инструмент всегда должен расти. Валюты история немножко другая, потому что центральные банки проводят различные политики для того, чтобы держать валюту в каком-то коридоре. И тут мы уже, в принципе, работаем как и на покупку, так и на продажу, в зависимости от тенденции на старших таймфреймах. А вот биткоин, золото, индекс DAX, к примеру, на мой взгляд, всегда наиболее интересно покупать. То есть, когда заканчивается коррекция, заканчивается коррекционное движение, уже переходить к покупкам по данным инструментам. Поэтому, по крайней мере для себя, я такой стратегии и придерживаюсь. Коллеги, вот по основным инструментам, то, что я хотел рассказать, я рассказал, если что-то требует дополнительного комментария, дополнительного пояснения, то, пожалуйста, напишите сейчас в чат. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы я ответил на ваши вопросы. И я напоминаю, что если ваш вопрос появится чуть позже, позже нашего вебинара, завтра-послезавтра, то у вас всегда есть моя почта, на которой вы можете написать ваш вопрос. И я дам вам на него ответ через e-mail, и мы обязательно еще дополнительно визуально его обсудим на нашем следующем вебинаре, который также будет в следующий понедельник. И для тех, кто присоединился к нам чуть позже, я напоминаю, что важно использовать как ресурс наш YouTube-канал, важно на него подписаться, смотреть все видео, ставить лайки под ним, это обязательное условие. Для того, чтобы получать свежие видео, свежие онлайн-обзоры, подключаться к онлайн-трансляциям, и чтобы быть в курсе всех важных событий. И для клиентов Admiral Markets, в рамках того подхода, о котором я рассказываю, создан закрытый Telegram-канал, доступ к которому может получить каждый клиент Admiral Markets, при наличии реального счета, где уже мы онлайн обсуждаем ту ситуацию, которая на рынке происходит сейчас. На рынке, то есть не раз в неделю, а непосредственно в течение торгового дня, чтобы получить доступ, напишите мне на e-mail, с тем, что вы хотите получить доступ в Telegram-канал, и я вам пришлю ссылку для добавления. Григорий пишет вопрос, ваше ожидание по евро-доллару 1.15. Отвечу вам таким образом. Сейчас наиболее вероятное движение у нас остается нисходящим. То есть сценарий движения в 1.15, он будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимума 26 октября. То есть если у нас произойдет уход выше данного значения, выше данного максимума, то тогда уже, собственно, сценарий нисходящий меняется вновь на восходящий. Но пока мы остаемся в этом диапазоне, пока торгуемся ниже данного уровня, на мой взгляд, наиболее вероятно продолжение снижения. То есть, ну, собственно, эта картина сейчас и получает подтверждение. То есть по евро сейчас вероятность движения на 1.15 наиболее вероятна, чем на 1.18, на 1.19, на мой взгляд. А сейчас надо брать, поздно будет. Ну, я вообще не сторонник такого мнения, что будет поздно. То есть поздно никогда не бывает. Ситуации на рынке появляются очень много. И тот момент, что нужно торговать, чтобы не упустить, вот эта история мне не очень нравится. То есть рынок он в любом случае возможности дает. Она может появиться сейчас, может появиться через неделю, может появиться через месяц, но они будут. Не нужно переживать и волноваться об упущенной возможности. Сделка должна соответствовать вашим ожиданиям. То есть если она вам понятна, вход в эту позицию, вам понятно, куда поставить стоп-лосс, где примерно будет фиксация прибыли, насколько продолжительная эта сделка может быть, то да, ее имеет смысл торговать. Но если эти факторы не выполняются, то возможно это не та ситуация на текущем. И такие ситуации бывают очень много. То есть задача трейдера, задача трейдера, так скажем, если разделить аналитик трейдеров, то в принципе аналитик может сказать, может пройдем этот уровень, пойдем туда, пройдем этот, пойдем вниз. То есть все в принципе логично. А задача трейдера это принять решение. То есть мы не можем открыть и на покупку, и на продажу, и получить с собой сделок прибыли. Нам нужно все равно выбрать. Так вот задача трейдера именно выбрать сделку, которая будет удовлетворять всем параметрам и будет экономически выгодной. То есть выгодной в деньгах. То есть только после этого имеет смысл входить. На мой взгляд, в продажу по евро-доллару, то есть потенциал рост, снижение на 1.15, на 1.14, будет иметь смысл в том случае, если мы увидим несколько дней коррекции, потом завершение этой коррекции, после этого я для себя буду рассматривать минус продажи. Но пока с текущих цен это не совсем целесообразно, на мой взгляд. Потому что размер стоп-лосса довольно-таки большой. То есть если сейчас продавать, то стоп порядка 200 пунктов. На мой взгляд, не самая интересная ситуация. То есть не текущий момент. Я бы пока подождал. Я вижу, что не пробили уровень 1.16.50. 1.16.50. Ну 1.16.50 мы действительно еще не пробили, поэтому пока о начале коррекции мы говорить не можем. По паре евро-доллара. То есть если мы пробьем ее сегодня, то есть максимум пятницы, то тогда да. Но если это произойдет, например, завтра, то мы будем уже отслеживать максимальное значение понедельника. И смотреть уже, то есть картина у нас несколько сузится, будем смотреть локальный максимум. То есть сейчас я не могу говорить о том, о том, что началась коррекция восходящая по евро. Хорошо, коллеги. Если пока вопросов нет, используем для связи, как всегда, почту. roman.isakov.com присылайте ваши вопросы. Вот Оксана, по паре американский доллар и японская иена, мы уже его разобрали. Вот буквально тогда два слова, что там происходит. Поставьте, пожалуйста, еще раз плюсик, чтобы я знал, что у вас виден терминал. По паре американский доллар и японская иена. То есть сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальных значений, которые у нас были зафиксированы в пятницу. То есть, собственно, это нам говорит о начале коррекционного, краткосрочного, нисходящего движения по данной паре. В рамках дня мы стоим у уровня сопротивления в области 114.36. То есть пробить этот уровень мы можем, к примеру, с коррекцией, которую вот сейчас предпосылки начала мы как раз и видим. И, собственно, если продолжать покупать, то, во-первых, покупать у уровня сопротивления сейчас пока довольно-таки опасно. То есть лучше дождаться вот этой коррекции, которая в какой-то момент завершится, что позволит войти на покупки более интересно уже. То есть либо входить на покупки после пробития как раз 114.40, то есть тех максимумов, которые мы видели летом этого года. Но сейчас локально формируется коррекция. То есть сейчас локально пара американских доллар, японская иена корректируется. Да, коллеги, я еще раз напоминаю для всех, кто присоединился к нам чуть позже. Сейчас несколько сместились часовые пояса, точнее, только Россия не перешла на зимнее время, поэтому у нас пока остается время вебинаров. То есть 19.30 по Москве, то есть Киев, Таллинн, Рига, это будет на час раньше, то есть уже в 18.30. Мы будем...